Папа! У нас есть три человека, которые принимают крещение следующее воскресенье. По нашей традиции церквей славянских мы проводим испытания этих братьев и сестер перед тем, как допустить их крещение. Я хотел бы, чтобы они вышли сейчас сюда, на сцену. Я думаю, что постоим, да, мы без стульчиков обойдемся. Надеюсь, не будут сильно долго пытать этими вопросами. Пожалуйста, проходите сюда. Я вам представлю, пока они выходят, чтобы вы были знакомы с теми, кто принимает крещение. Вон, включи, пожалуйста. Так, давайте будем знакомиться. Это Женя Васильченко, это Людмила Василенко и это Павел Василенко. У нас все Васильченко или Василенки в этот раз, то есть очень такое близкое к Василькам. Три человека, которые уже, я не знаю, может быть, Женя, думаю, еще можем к разряду молодежи принести. Хотя, сколько тебе лежит? 23. 23 года. Да нет, это уже не молодежь. У нас же 23 года, по-моему, дети были. Ну, где-то близко, близко к тому. Близко к тому. То есть, три человека или три молодых, три брата и сестры, которые приняли осознанное желание принять крещение и выступить Господом за веру. По нашей, как бы, по нашей установке или традиции мы проводили с ними беседы, проводили с ними занятия. До того, как мы даже начали беседу, у нас были беседы на индивидуальном уровне, чтобы мы могли разобраться и понять, действительно ли эти люди понимают, о чем идет речь. Действительно ли они знают, что это такое крещение и зачем оно им нужно. И, конечно, так как они уже стоят здесь, я думаю, вы понимаете, что после этой беседы руководство церкви, церкви, те, кто проводили с ними беседы, стало понятно, что это люди осознанно и трезво понимают, что есть крещение и что оно им в их жизни нужно. Они имели покаяние, они имели раскаяние перед Господом за свою прошлую жизнь, они имеют изменения в своей жизни, в своих поступках. И после того, как мы прочли с ними, я даже не знаю, что у нас много уроков оказалось в этот раз, потому как мы крещение перенесли на месяц, даже больше, чем на месяц вперед, у нас добавилось еще лишних нескольких уроков. Мы уже успели и по откровению поговорить, знаете, и о всем, о всем, чем нужно. Я не знаю, насколько это нужно было для крещения, но это было интересно. Поэтому они перед вами. С нашей стороны, со стороны руководства церкви, со стороны Братского Совета, мы имеем решение на основании того, что мы знаем о их жизни, на основании того, что они исповедуют перед нами, и мы предлагаем церкви допустить их крещение. Но каждый человек имеет свое мнение, возможно, кто-то из вас имеет какие-то вопросы, кто-то хочет что-то еще узнать о них, то сейчас тот момент, когда церковь может испытать, достаточно ли твердо они стоят на ногах, чтобы уйти под воду. Может, надо ломать эту традицию уже, и доверить братьям, которые трудятся с ними, работают, учат, и помолиться. А что же вы ее не поломали? Ну, вот вы и начали. А моими руками ломать традиции, это... Давайте помолимся за ней, с предотвительными Господу, и эту экзекуцию отменим. И свою отменим. Знаете, ну просто, может быть, какое-то небольшое такое свидетельство, скажем. Меня гораздо больше настораживает ситуация, когда крещение принимает большая группа молодых людей. У молодых людей, особенно у подростков, у них есть такое развитое, как называется, старное чувство. Знаете, один вожак сказал, айда за мной, и все пошли. Поняли ли они, не поняли, действительно ли они имеют покаяние в свое сердце, действительно ли они являются возрожденными людьми, ну, очень трудно сказать. Ведущие в церкви, они знают, на какие вопросы как отвечать, они знают, как себя вести в церкви, перед руководством и все прочее. Когда такое решение принимают люди более зрелого возраста, то я понимаю, что в этот процесс вложено больше каких-то шагов, размышления, рассуждения, принятия решения, сделать этот шаг, подойти, поговорить, правильно ли я поступаю, правильно ли я принимаю решение. Поэтому, когда мы в беседе разговаривали, то я в сердце своем получил покой. После разговора и с Женей, и с Людой, и с Павлом, я получил покой, что действительно люди хотят, хотят этого завета, они хотят вступить в члены церкви. Так что, если вы принимаете предложение Ярослава Даниловича и свидетельство, я не знаю, я могу, где Валентин? Валентин, если хотите, Валентин может дать свое свидетельство, Валентин, наверное, больше всех потрудился с этими людьми, как ответственный за совместитель и свидетельство по душепопечительской работе, он больше всего вложил время в них, то, если вам нужно еще какое-то свидетельство, мы можем сказать. Если нет, то голосуем. Вопрос. Вопрос. Женя, профессиональный Евангелий один раз. Да. Вопрос. Слава Богу. А давайте мы развернемся и сейчас зададим вреды такой же. Вреды хрещенных. К сожалению, я думаю, что мы, в определенном удивлении, ответим. Какие еще есть вопросы? Да, Валя проголосовала, да? Голосовать. Голосовать, да. Валентина предложила голосовать. Кто за то, чтобы допустить наших крещаемых к крещению? Пожалуйста, погоните. Ну, представляете, еще большинство, мы не будем спрашивать другие вопросы. Вот и все, а вы погнали. Но зато, вы знаете, мы так начали напугали, что может быть допрос с пристрастием, что вы эти вопросы, которые нужно знать наизусть, даже по несколько раз повторяли. И это вот самые записи, такие уже не пяти трассы, такая толстая. Все, проходите. А, нет, подождите. Подождите. Перед тем, как проходить, мы помолимся, чтобы Господь не воспалил, не воспалил вас, и чтобы эта последняя неделя перед крещением была наполнена действительно духовными разрешениями, правильными решениями. И если нужно еще какое-то покорение, есть что-то, это одно, что еще нужно оставить, от чего еще нужно избавиться, это детение, когда это нужно сделать. Потому что Господь хочет, чтобы вы действительно следовали за ними. Есть несколько объявлений. Directions, или как проехать в парк, где будет крещение, там внизу такие красивые открыточки лежат. Пожалуйста, возьмите, чтобы не заблудились. Здесь крещение начинается в 11 часов утра, начинается с крещения. Я еще раз напоминаю, мы начинаем сначала крещение, потом все остальное. То есть на 15 минут, если вы опоздаете, вы можете пропустить все крещение. Поэтому постарайтесь не опаздывать. Таня Желобнюк с детьми улетает в Украину. Просьба молиться, чтобы Господь благословил их в пути. И есть еще одна просьба, я не знаю от кого. Дорогая Церковь, пожалуйста, помолитесь о Бэйби-Нефи, это маленьком племяннике, да? Племянник-Нефи. Он сейчас находится при анимации, потому что накапливается жидкость в мозге, в черепной коробке, чтобы Господь благословил и исцелил его от этой болезни и дал силу и комфорт родителям, успокоение родителям. Поболимся и об этой нужде. Дорогой Господь, какое счастье знать, что ты являешься нашим Господом и Господином в нашей жизни. Господи, мы радуемся, когда Церковь видит людей, которые приняли решение вступить в завес с тобой, вступить в Великой Церкви. Господи, мы благодарны тебе за это. Мы видим, что Дух Святой работает с их сердцами и производит необходимые извинения. Господи, мы знаем, что это еще не все, что этот процесс на самом деле продолжается в течение всей жизни. И мы просим благословения твоего. Благослови их сейчас, эту неделю, когда и будут готовиться к этому крещению. Благослови, Господи, чтобы если есть что-то еще в их сердце, в их жизни, что препятствует их полностью отдать свою жизнь тебе, чтобы помоги от этого избавиться, через покаяние, через молитву, через упрошение твоей помощи, благослови их, Господь. Храни их, Боже мой, эту неделю и благослови, чтобы крещение, следующее воскресенье прошло хорошо и годно тебе, Господи, чтобы они стали новыми членами Церкви, как в Севенской, так и по местной Церкви. Благослови, Господь. Благослови предстоящие крещения и благослови всех тех, кто организовывает это служение так же. Господи, ты видишь нужды, которые без лицом твоим благослови Таню с детьми, чтобы они благополучно добрались к Украину. Господи, благослови их в поездку, защити их от всяких проблем, благослови от несчастья, защити их. Господи, мы просим тебя об этом. Также ты видишь, это маленький ребеночек, который находится в реабилитации с тяжелой болезнью, где-то цифровие. Господи, мы просим и умоляем, чтобы ты благословил и исцелил. Боже мой, в твоих руках исцеление, в твоих руках все врачи. Господи, мы просим и умоляем, пошли исцеление. Пошли, Господи, чтобы не было никаких осложнений. Пошли, чтобы ребеночек нормально после этого рос и развивался, и радовал своих родителей. И так же поддержи родителей в этом переживании. Мы сейчас пойдем по домам наших. Благослови наши дома, благослови наши семьи, благослови наши работы, благослови наших родственников, близких, друзей. Благослови всех тех, кто болеет, кто и может быть в церкви по причине болезни или духовного состояния. Благослови также и таковых. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца. И общение Святого Духа, добри будет со всеми вами. Аминь. Внизу мороженое. А кензал мороженое. Ах, извините, мороженое, кензал мороженое.